МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! В эфире информационная программа Ваше Шоу Плюс на телеканале Европа Плюс ТВ Беларусь. С вами Маргарита Кочанович. Фронтмен группы Наутилиус Пампилиус Вячеслав Бутусов выступит 7 июля в Прайм Холл. Его камерные концерты в Минске – большая редкость, которая станет отличным подарком ценителям его творчества. 7 июля, 19.00, Прайм Холл. Долгожданный сольный концерт – одних из самых ярких представителей русского рока. В программу войдут все полюбившиеся хиты и невероятная атмосфера, которая останется в той памяти на всю жизнь. Три дня дождя впервые. 9 июля. Клуб Репаблик, 19.00. 9 июля состоится клап-шоу, в рамках которого выступит Алекс Атаман и Финик. Готовьтесь разогреться, попеть любимые хиты артистов и потанцевать. Клуб Хайт, 20.00. Возрастное ограничение 18+. Купалье. Александрия собирает друзей. Гала-концерт. Есть на что посмотреть. 9 июля, 21.00. Деревня Александрия, город Шклов. Фестивальное лето. Фестиваль Open Air. Ритмы лета 16+. Концерт современной музыки на новой локации фестиваля. Зрители ожидают выступления популярных исполнителей. Хэнти, Галибри и Мавик, Иван Сданюк, Верби, Эмма-Эм, Крис Янг, Броня и Небизао. Тут будут звучать только самые актуальные треки. Концертный зал Витебск. Фестиваль Open Air. Ритмы лета 16+. 16 июля. Начало в 00.30. На славянском базаре Витебске есть место и электронной музыки. И в диджей Грув, Артон, Лаврида, Смоки Ди, и диджей Клауд, диджей Димиксер, Си Бразерс. Нам это докажут. Концертный зал Витебск. Фестивальный Open Air. 17 июля. Начало в 00.30. Концерт Трибьют. Короли Шут. Группа Параллель. 23 июля, 19.00. Клуб Репаблик, Минск. Вива Браслов. Главный музыкальный уикенд страны. Концентрация спорта, драйва, красивых мест, позитивных людей и огромного количества отличной музыки. Один из крупнейших Open Air Беларуси, проводящийся летом на территории национального парка. Брасловские озера на северо-западе страны. В этом году лучший летний уикенд страны встретит тебя с двухдневной музыкальной программой и непередаваемой атмосферой пляжного отдыха. Крупнейший живописный кемпинг. Обильное разнообразие фудкортов и зон развлечений сделает ваш отдых комфортным и запоминающимся. Возрастное ограничение в дневное время 0+. После 23.00. 18+. Город Браслов. 29 и 31 июля. С вами была Маргарита Качанович с информацией о предстоящих концертах. Лето в этом году можно не стесняясь назвать колоритным. Если весна до последнего не спешила баловать белорусов своим теплом, то лето пока напоминает контрастный душ. Если верить долгосрочным прогнозам, то июль не выйдет за рамки средних показателей прошлых лет. Температура воздуха в среднем будет держаться в районе 27 градусов днем и на уровне 18 ночью. Максимальное значение 28 градусов, минимальное 12. В течение месяца ожидается переменная облачность. Большая часть месяца будет дождливой. С вами Елизавета Станкевич. В течение недели с 3 по 10 июля по прогнозу синоптиков ожидается. В Минске днем в среднем до 24 градусов, ночью до 15. В течение недели малооблачно, а вторая половина недели облачно, небольшой дождь. В Гомеле днем в среднем 27 градусов, ночью до 18. Малооблачно. В Гроднене в среднем до 24 градусов, ночью до 15. Малооблачно. Вторая половина недели облачно, небольшой дождь. В Могилеве в течение недели днем в среднем до 26 градусов, ночью до 16 в течение недели малооблачно дожди. В Витебске в течение недели днем в среднем до 25 градусов, ночью до 16 в течение недели облачно дожди. В Бресте в течение недели днем в среднем до 26 градусов, ночью до 17 в течение недели малооблачно. 9 июля облачно небольшой дождь. С вами была Елизавета Станкевич с прогнозом погоды на неделю. Смотри двадцатку лучших клипов недели, голосуй за своего любимого исполнителя, поднимай его выше в нашем чарте. Мьюзик чарт ТОП-20 бай каждую неделю, в понедельник 20.00, среда 18.00, суббота 20.00, только на телеканале Европа Плюс ТВ Беларусь. Селена Гомес показала самый модный цвет лака для ногтей на лето 2022. Не только френч и нюд, идея универсального маникюра, который идет всем. С вами Марго и Бьюти Шоу. Тренды на дизайны ногтей меняются очень быстро, не успеваешь следить за ними. Селена Гомес предпочитает не только гнаться за моды, а выбирает классику однотонный маникюр. Зато оттенки певица любит самые модные и необычные. От изумрудного до нежно-розового. В этот раз Селена накрасила ногти светло-голубым лаком. Как же круто он выглядит на ее длинных ногтях. Главный плюс этого лака в том, что он идеально сочетается со всеми атрибутами лета. Желтым песком, сине-зелеными морскими волнами, золотистым загаром, неоновыми купальниками. И да, он очень отлично смотрится на ногтях любой длины. С этим лаком нежного небесного оттенка твои летние маникюры и бедикюры точно станут самыми модными. Уже поднадоели везде мелькающие френч и ньют на ногтях? У нас есть несколько нестандартных идей, которые подойдут каждой. Универсальный маникюр отлично смотрится в повседневности и на особых мероприятиях. Тебе больше не придется ломать голову перед походом в салон. Выбирай понравившийся дизайн и показывай его мастеру. Блестящий маникюр – идеальный вариант на лето. Твои ноготки будут сиять под ярким солнцем. Такой маникюр прекрасно дополнит образ для выхода в свет или на вечеринку. Деликатные блестки можно сочетать с любым цветом лака. Красный маникюр с фольгой. Бессменная классика, красный маникюр тоже может выглядеть интересно. Разнообразь его фактурным дизайном из золотой фольги на одном или нескольких ногтях. Минималистичный маникюр с полосками. Любительницам лаконичных дизайнов стоит взять на заметку эту идею. Аккуратная полоска посередине ногтя разнообразит маникюр, но при этом не перегрузит его яркими деталями. Маникюр со стразами. Со стразами все смотрится хорошо. Даже обычный нют с таким дизайном заиграют новыми красками. Блестки будут переливаться и привлекать внимание к твоему необычному маникюру. Маникюр с наклейками. С наклейками ты точно не прогадаешь. Это могут быть смайлики, цветочки или герой любимого аниме. Тут лучше решать самой, ведь себе потом любоваться своим маникюром еще несколько недель. Разноцветный маникюр. Зачем выбирать между несколькими цветами, если можно использовать сразу все? Разноцветные капельки и фигуры отлично смотрятся в сочетании с белой обводкой. А главное, такой дизайн будет неповторимым, а ты самый индивидуальный. Маникюр с растяжкой и блестками. Техника омбре используется с глиттером. Маникюр получается необычный, заметный и нарядный. Тут ты тоже можешь дать волю фантазии, какого цвета выбрать лак и блестки. Маникюр с градиентом. Это непривычный градиент на каждом ногте. Здесь палитра цветов растягивается по всей руке. С таким маникюром ты можешь справиться и сама. Выглядит ярко, сочно и по-летнему. Разноцветные маникюры – крутой летний тренд. Однако подобрать цвета лаков, чтобы они круто сочетались, бывает сложно. Именно об этом мы и поговорим в следующий раз. А на сегодня я с вами прощаюсь. Встретимся в следующих выпусках. С вами была Марго и Бьюти Шоу. С вами Марина Базилюк и гороскоп на неделю. Эта неделя окажется довольно благоприятной. Эмоционально напряженным временем может стать лишь вечер вторника и утро среды. В это время старайтесь не поддаваться эмоциям и не действовать под влиянием настроения. Остальные дни довольно удачны. В течение этой недели вас ждет много приятного общения с интересными людьми, заметно возрастает вероятность новых знакомств, в том числе романтического характера. Симпатии между представителями противоположных полов могут возникать довольно быстро, но не спешите форсировать развитие событий, если настроены на длительные отношения. Узнай свой гороскоп на неделю с 4 по 10 июля прямо сейчас. Овнам на этой неделе предстоит восполнить пробелы в информации. Скорее всего, вы будете много и интенсивно общаться с друзьями и знакомыми, рассказывать им о своих новостях и узнавать подробности из жизни. Отношения с окружающими людьми будут очень гармоничными и доброжелательными. Это прекрасное время для примирения с теми, с кем вы в последнее время находитесь в ссоре. Тельцы. Вам на этой неделе придется разбираться с накопившимися давно делами, которые откладывать на будущее уже невозможно. На вторник не стоит планировать серьезные деловые встречи, так как вам могут помешать совершенно непреодолимые обстоятельства. Решение спорного вопроса, возникшего в среду, стоит отложить до следующей недели. Не полагайтесь на советы друзей, они помогут вам только еще больше запутаться. В пятницу во время деловых переговоров покажите партнерам новый взгляд на вещи и ваши отношения стабилизируются. Субботу посвятите общению с родителями, у них всегда для вас есть дельный совет. Близнецы. На этой неделе, возможно, захотят изменить свой имидж. Нет предела совершенству. В этот период можно сделать новую прическу или внести иные яркие оттенки в свой внешний вид. Не исключено, что именно в этот период может состояться романтическое знакомство. Если у вас уже есть романтические отношения, то на этой неделе они станут более волнующими и приятными. Раки смогут не только преуспеть в делах, но и найти время для духовных практик. Эти два направления сейчас будут особенно взаимосвязаны. Также уделите внимание своему здоровью. Для этого крайне полезными будут водные процедуры, обливание холодной водой, посещение бани или сауны. Старайтесь чаще бывать на воздухе. Можно позвать за компанию членов своей семьи либо близкого друга. Львам на этой неделе захочется получить новые впечатления. Особенно важным станет ощущение внутренней свободы. Лучше всего на этой неделе сложится у тех, кто не обременен обстоятельствами перед семьей и детьми. Возрастает роль и значимость друзей в вашей жизни. Наверняка вы получите приглашение посетить дружескую вечеринку. Не отказывайтесь от удачного шанса весело провести время. Девы. В понедельник постарайтесь не ввязываться в авантюры, так как очень велик риск больших потерь. И не только финансовых. Вторник и среда могут оказаться самыми напряженными днями недели. Пятница обнадежит своей временной помощью друзей. В субботу можно быстро и решительно разобраться со всеми возникающими вопросами. Обратите внимание на возникающее вдохновение. Как можно бережнее отнеситесь к нему, оно благотворно скажется на вашей дальнейшей деятельности. Постарайтесь не суетиться и не ускорять ход событий. Весы. Эта неделя не располагает к общению. Вам захочется побыть в одиночестве и тишине. Либо споры могут вспыхивать по любому поводу. И согласовать мнение кажется практически невозможно. Женщины будут настроены критично и требовательно к вам. Но определенности и ясности в этих претензиях не будет. Не принимайте такие ситуации слишком серьезно. Попытайтесь навести порядок там, где царит хаос. Разберите бумаги. Вторая половина недели пройдет более спокойно, но не особенно подходит для важных мероприятий. Скорпионы. В середине недели будьте внимательны с оформлением документов, чтобы не упустить важные детали. Покупки лучше отложить на более позднее время. Для личных отношений неделя нейтральна. И особых ожиданий и планов лучше не строить. Стрелец. Это хорошая неделя для воплощения планов, которые есть у вас на повестке. Продумайте все детали, чтобы процесс не застопорился. Просчитайте последствия, а потом уже что-то предпринимайте. И хватайте сразу за несколько дел. Ограничитесь на ближайшее время делами, рассчитанными на продолжительную, достаточно устойчивую выгоду. Козирог. В середине недели возможно напряжение и непонимание в семейных отношениях. Одной из причин этого может стать ваша работа. Например, в семье будут недовольны тем, что вы много времени уделяете своим профессиональным обязанностям и мало внимания оказываете своим близким. Если с этим вопросом не разобраться сразу, то напряжение будет копиться и в конце недели выльется в открытый конфликт. Водолею. Это прекрасное время для любовных отношений. Одинокие водолеи могут неожиданно встретить свою вторую половинку. Однако для этого надо приложить определенное усилие. Не сидите дома в четырех стенах. Будьте активнее. Посещайте концерты, дискотеки, клубы, театры или картинные галереи. Если у вас есть семья и дети, то именно они станут источником вашей радости и вдохновения. Рыбы. У вас в начале недели улучшатся отношения с членами семьи, которые будут активно вам помогать. В середине недели не исключены конфликты на работе. Старайтесь сдерживаться в ссорах и не противопоставлять свое мнение. С вами была Марина Базилюк и гороскоп на неделю. С вами Александра Данииленко и новости киноиндустрии. Вышел комедийный сериал «Человек против пчелы» с Роуном Аткинсом. Главный герой живет в роскошном особняке и ведет войну с пчелой. Очень оригинально и неправдиво. Все 10 эпизодов уже доступны на Netflix. На данный момент шестой эпизод «Пацанов» самый высоко оцененный эпизод за все три сезона. Исходя из оценок с момента выхода, этим утром рейтинг на IMDb составил 9,8 баллов. Ближе только финал второго сезона, у которого в активе 9,4 балла. То ли еще будет. До финала четвертого сезона «Очень странных дел» осталась ровно неделя. Зрителей ожидает два эпизода с премьерным общим хронометражем в 4 часа. Marvel Studios возвращается на Comic-Con впервые за три года. В рамках виртуальной пресс-конференции, посвященной скорому релизу «Торо. Любовь и гром», могущественный марвеловский архитектор Кевин Файги официально подтвердил, что в этом году у компании действительно будет своя панель на конвенте Comic-Con в Сан-Диего. Мы будем на Comic-Con в следующем месяце, чему все очень рады. Так что да, мы вернемся и с удовольствием поговорим о будущем. Большой съезд диков пройдет с 21 по 24 июля. Вряд ли стоит сильно удивляться, что приквел «Безумного Макса. Дороги ярости» про персонажа Шарли Стерон сюжетно сильно завязан на фильме 2015 года. Странно, если бы все было по-другому. Так что в официальном синопсисе Фиориос и Санни Тейлор-Джой в роли титульной героини встречаются знакомые личности и места. Мир Пал и юную Фиорису похищают из зеленого места многих матерей. Она попадает в руки Великой Байкерской Орды военачальника Диментуса. Путешествуя по пустошам, они находят цитадель под властью несмертного Джо. Парочка тиранов сразу начинает мериться разными частями тела, а бедная Фью должна преодолевать одну опасность за другой, параллельно готовя план побега и возвращения домой. Роль Диментуса вроде бы отошла Крису Хемсверту, а Том Бёрк изобразит еще не такого старика Джо. Съемки ленты уже начались. Джордж Миллер, как водится, режиссирует. До премьеры еще порядочно ждать. Она состоится 24 мая 2024 года. Вышел первый трейлер драмы «Белая птица» сиквела «Чудо». Сюжет разворачивается вокруг повзрослевшего Джулиана, одноклассника главного героя фильма 2017 года с Джейкобом Трамблэ, который издевался над ним. В центре истории будет эволюция персонажа, совершавшего в детстве плохие поступки. Благодаря рассказам своей бабушки из Франции, которая сумела выйти в оккупации времен Второй мировой войны, Брайс Гейлзер вернется к своей роли. А из новичков в касте заявлены Хелен Миррен и Джиллиан Андерсон. За постановку отвечает Марк Форстер, режиссер «Волшебной страны» и Кристофера Робина. 5 августа выйдет экшен «Быстрее пули» – экранизация японского романа. Оригинальная картина не по мотивам известного франчайза и даже не кинокомикс. И режиссер фильма Дэвид Лич уверен, что его детище в состоянии успешно конкурировать с расплодившимися сверх всякой меры фильмами супергероического жанра. Думаю, нам это по силам. Мы, творцы, должны бороться за то, чтобы оригинальный материал попадал в кинотеатры. Я люблю супергероику, но люди хотят свежих идей. Они к ним готовы. И с хорошими идеями, правильными звездами и качественной студийной поддержкой мы можем удовлетворить эту потребность. Хорошие идеи в случае «Быстрее пули» – разборки группы киллеров на скоростном поезде. Правильные звезды – Брэд Питт, Аарон Тейлор Джонсон и другие. А поддержку осуществляет студия Sony. Война на Райдер и Дермат Малруни в первом ролике к напряженному триллеру «Пропавшая в ночи». В центре сюжета окажется Кэт и ее парень, который бронирует домик в сосновом лесу. Дальше персонажи обнаруживают, что их домик уже занят молодой парой. И бойфренд Кэт внезапно исчезает. После этого перепуганная женщина одержимо пытается найти его. Премьера состоится 2 августа. Трейлер новой «Страшилки» от Paramount «Улыбка». В центре сюжета мистического триллера о сценариста-режиссера Паркера Фина окажется психиатр Роуз, которая после странного инцидента с пациентом начинает испытывать нечто необъяснимое. Главная героиня все больше убеждается в том, что ее преследует злобная сверхъестественная сила. Премьера намечена на 30 сентября. Вы смотрели информационную программу «Ваши шоу плюс» на телеканале «Европа плюс ТВ Беларусь». Программу подготовили Маргарита Кочинович, Марина Базилюк, Александра Даниленко и Владимир Мухортов, продюсер программы Андрей Буяльский, партнеры программы «Музыкальная школа джем» и фотостудия «Фотохапные» «Кубоколоса-1». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова